Ты, ты, ты. Здорово, братцы! Здорово, братцы! Здорово, братцы! Всем утро доброе! 22-ое сегодня, кстати, поздравляю всех с днем утреннего и зимнего солнцестояния. Сегодня у нас самый короткий зимний день. Вот, заплатили мы в автокофе 14 евро за стоянку, из них на 8 евро решили покушать. Нам можно покушать. Короче, заказал он какой-то комплект, 10.90 стоит. Доплатил еще. Сейчас жду. Правда, кушать пойду в машину. Из-за эти 14 евро еще можно сходить бесплатно в душ и бесплатно один раз в туалет. Так, в туалет 70 евро стоит сходить. Время в 8 утра. По планам выезд у нас в 10, чтобы в 15 часов вложиться с заездом на паром. Сидим вот, ждем. Сказали, 5 минут, понаждаем, принесут нам наш завтрак. Пойдем в машину, кушаем. Туда-сюда? Не, в душ не пойдем. В душ завтра на пароме. Пару дней назад был. Слишком часто мыться, разоришься на гиле для душа. Шутка. Так-то, в принципе, неплохой сервис. Дороговато, 14 евро паркинг. Дороговато. Вот из них 8 на покушать. Все. Ждем. Пойдем завтракать. Будем собираться. Та-да-да-дам. Правда, слегка что-то я тут вам это... Соврал. Полностью весь вот этот комплект стоит... Еще я доплатил еще 6,90. У нас тут, видите, кофе входит. Кока-кола. Так, главное это все куда-нибудь не вылить. Это мне еще вчера кофе втюхали. А втюхали чего? Я вот ванишку купил. Не поп-пэтили, поп-пили. Как она там правильно? Турбо какая-то. И все самое прикольное. Покупал ваниль, а пахнет этим. Ароматизатором. Ой, ароматизатором. Ароматизатором. Лимоном там. Короче, Made in Holland, Голландия. Что-то там голландцы начудили. Давайте посмотрим, что там тут внутрь наложили. Вот. Яичница, картошка. Там, не знаю, что там под низом. Огурчики. Ну так. Пахнет аппетитно. Выглядит, в принципе, тоже. Вот. Такой сервис. Вот, видите, здесь сейчас покажу. Опа. Вот. Один. 22-го числа сегодня. Один туалет и один душ. Можно сходить бесплатно. Но только сегодня. В следующий раз сюда приедешь, уже не сходишь. А так. Ценник автохофа. Вот. 14 евро. А эти покупал вчера себе. Там, корешу, заказал. Она кофе, кофе. А я что-то думал, она мне его в презент хочет дать. Потом смотрю, что-то мне какое-то много. 8 евро стоит вот это вот. На заправке. Смотрю, что-то много как-то. Она мне настучала. А я, чек-то, взял с собой. Открываю, смотрю. Она мне еще за 2,90 кофе в Цухово. Прикиньте. Я думал, она в подарок. Я не собирался вечером кофе пить. Она мне кофе, капнуть кофе. Я думал, что я им тут на 24 евро такой подъем этому автохофу делаю. Так, корешу, две штуки и себе одну. Думаю, это мне кофе в подарок. Германии в подарок. А тут вряд ли дождешься на халяву. Ну ладно, что сделаешь. Все. Будем завтракать. Уже у нас, видите, почти светло на улице. Ветер, правда, всю ночь дождь шел. Будем кушать. Ну и потиху собираться скоро. Часа через полтора поедем. Готовимся к выезду. Стекочки помыли. Оно хоть и Германия, а все равно зимы нету. А все равно это вот гадости-то льют на дорогах. Обрабатывают противолетную. Ну такой, я вам скажу так. Автохоф. Не, покушал, конечно, позавтракал просто от ас. Чуть съел. Ну, не знаю. Видите? Короче, тут заходи с поля. Как бы вроде бы и на камерах. Вон на столбе камера. Вон на том столбе камера. Но все равно так это. Туалет евро стоит. Вот если ночуешь на автохофе, то туалет душ бесплатно. Короче, мы чумазенькие. Но это еще только начало. Вся грязь у нас впереди. Готовимся потиху к выезду. Скоро уже поедем. Так, я бы... Во-первых, площадка... Во-первых, стоянка маленькая. Машин здесь немного власть. Так, крайний забег сегодня по Германии. Время 12. Нет, 12 это... Сюда, подождите. 10 по... Ну, 12 по Москве, 10 по Германии. Все, можно выдвигаться. Мы и так тут почти 15 часов отстояли. С одной остановочкой. В Пайны. Там у нас... Наш друг, товарищ. Встретит. Александр. Пару часиков мы там с ним. Ля-ля-ля. Поговорим туда-сюда. Пообедаем где-нибудь. Готовьтесь к левому повороту. Через 350 метров. О, танки. И на этом... Ну, сейчас я так... Туда мне 182 километра. До Пайна, до 429, до... До чего? По Травмёнду. Вот. Туда, считайте, так, грубо два с половиной часа. Где-то... Пол первому... Перепроложить прибытие туда примерно, если бештау. Ну, вот часиков до трех мы там с ним туда-сюда. И где-то в три тронемся. Останется там под 300. Так, ну, меньше. 250 километров до порта Травмёнда. Вот. Ну, а сейчас налево на Магдебург. На следующем повороте поверните налево. На следующем повороте поверните налево. На Магдебург. Там выйдем на автобан А2. По двойке в сторону Ганувера свернем. На следующем повороте лавка поверните направо. Вот там, в районе Браншвайка с Сашей повидаемся. И потом на север, на Гамбург и в порт. Так, чтобы часам к 7-8 в порт приехать. Ну, с запасом, потому что там мало ли пробки, мало ли что. Всякое бывает. Следующий паром после Нового года. Опаздывать никак нельзя. Ну, не знаю. Короче, этот автахов, по идее, и вроде ничего. Ну, по пятибалле на пятерку, наверное, не поставил бы. Четверочка. Крепкая, но четверочка. Ну, вообще нормально. Бургер Кинг ряд, ну, если что, можно сюда сходить по титул. Всяких вкусностей, да неполезностей набрать. Все, поехали. Вроде ничего. В окошке помолкан. Нифига не видно вчера вечером было. Ни в зеркала, ни в боковые эти. Все-таки закидывает их, обрабатывают дорогу и постепенно все равно закидывает. Погнали. Так, что нам тут? 86. Это до двойки, до автобана, до Магдебурга нам доехали. Ну, мы уже за Магдебургом. Западнее Магдебурга выйдем. Можно сказать, наслаждаемся температурой. Плюс 12. Я думаю, скоро нас ожидают совершенно другие температуры. Особенно там, туда, куда мы едем. Градусов так примерно в районе минус 30 и ниже. Так, что пока слегка покайфуем еще при плюс 12. Ненадолго. Ну, так вообще хороший день. Единственное, что ветер сменился сейчас. И ветер у нас строго в харю. Если вот даже на дым посмотреть, встреч на боковой. Самый паскудный. Погода резко изменилась. Было 14 тепла. Солнышко и светило. Сейчас еще пока все равно. 12 тепла. Но, видите, дождь пошел. На двойку вышли. Уже за Магдебургом. Допайный нам 92 километра. Надеюсь, как там дождя не будет. Как можно будет, Саш, на улице постоять. Тут как-то все совсем затянуто. Наглухо. И все. Ограничение 100 для легковых. Скользкая дорога висит. Позажигали на табло. Табана-2. Пересекающий от границы с Польшей шведска. И туда. На запад. Голландия, Бельгия. Кому куда. Самый популярный. Ну, не самый популярный. Но один из самых популярных. Самых загруженных автобанов. Особенно вот. Наши братья. Вон, Белгрузы. Здесь нашего брата очень много есть. Ну, все же с Польши идут сюда. Соответственно, назад. Вон, Белгруз домой пошел. Да, и так вообще тоже, считайте. Берлин соединяет. Со всем остальным светом, если вот сюда на запад идти. Короче, автобан такой. Постоянно здесь машины караванами идут. Ну, и аварии тут тоже встречаются. Очень часто. Очень серьезные. Очень ремонты. Бывает штал. И очень часто здесь. Особенно туда вот. Браншвейк, Ганновер. Вот куда мы едем. Слишком много здесь народу бьется. К сожалению. Если посмотреть статистику немецкую, то это, наверное, один из самых аварийных автобанов. Самый загруженный, но и самый аварийный. Ну, мне так кажется. Так, над этого Мазара обойти. Что-то он... Не то, не то. Он там едет, что-то он виляет из стороны в сторону. Он смотрит по полосе туда-сюда. Путается под ногами, мешает ехать. Бывшая граница ГТР. ФРГ Давно тут не ездил Смотрю, тут знаков понавешали Обгон запрещен Приходится вот за Тонаром сунуться Ограничений понаставили по длине Видите, 50 метров Здесь была таможня Одна, вторая Здесь была ГДРовская Я так понимаю ФРГ чуть дальше Сейчас тут должен Статуй стоять Когда-то Было две страны Сейчас одна Или мы уже проехали Не, не, вон, вижу Видите Монумент По центру Это было разделение Дистанция 50 метров Ты взял, залез передо мной Езжай, езжай, я скину Оп, ему уже ФРГ Видите, даже вышка была там Со Шмайсером Пограничник стоял Сидел, вернее Это таможня Хемштетта Здесь тогда, соответственно, немцы Которые ФРГ оформляли Ну, а сейчас здесь осталась вот та таможня Хемштетт называется Хельмштетт Экспедиция здесь Конечно, такой сейчас популярностью Уже не пользуется, как раньше Видите, стоянка полупустая Не то, что полупустая Вообще пустая А нет, не будем мы это делать Обгон же запрещен Да, запретили они здесь Не было здесь раньше такого знака Ну, вот я ж по поводу, что бьются Бьются здесь Очень много здесь бьется грузовиков Нашего брата Очень много здесь бьется Поэтому они и запретили Так же, как и по 12-му автобану Который от Берлина идет Туда в сторону Польши Там эти 50 с чем-то километров Там полностью весь автобан Воезд грузовиков В левую полосу запрещен Байны Почти приехали Лихо так добежали Ну да, 2 часа 10 минут В принципе 180 километров Отсюда 245 нам останется Пару часиков тут Саня туда-сюда Покутарим О телах насущных Мирских, так сказать Автахоф А часто вот этот Автахоф Раньше заезжали Всегда Домой идешь Как по времени Если надо Там магазины Один Один из Пунктов Закупки По этой По двойке Автобану Тут по-моему И Алти Магазин И еще там какой-то Куда он дальше Если пройти Там Реал что ли Что-то такое большое Сейчас единственное Что попробуем На автахофке заезжать А рядом стать По-моему Там час бесплатно На автахофе А потом надо платить 10 евро Отдать Как-то в наши планы Личные Не входит Сейчас посмотрим Там вот я всегда видел На курсах автахофа Там вечно машинки стояли Что получится И мы там Пришвартуемся На пару часов 30 тепла Вообще огонь Дождь кончился Выдет Опять солнце светит Лапота Какал именно так Правда Через 160 метров Держитесь Прошлый раз Когда Тоже Не помню Куда я ехал На следующем повороте Поверните Направо Тоже здесь Стоял Саня приезжал Мы тут катались По замкам Готовься Готовься Через 360 метров Повернуть Налево На дороге Каком вам больше нравится Тут и идите Деньги тратить Используйте Третий съезд Вот Автахоф налево А мы сейчас вот сюда Направо Тут постоянно Я смотрю Грузовики стоят Знак висит Остановка запрещена Но грузовики стоят Постоянно Движение грузовиков Написано Запрещено Если мы вот тут Сзади спрячемся Как вы думаете Насильно накажут Или не очень Тут я видел Люди и ночуют Что тут знаки висят Да Остановка запрещена Наверное Ну да Остановка запрещена Тут кругом А мы вот здесь Сзади вообще Сам цихоря Вот за этим Прицепчик Что стоял За ним Пришвартуемся Изменение машин Здесь сейчас Развернемся Выполнить разворотки Где еду Возможно Выполнить разворотки Где еду Возможно Все знаками Зависели Чтобы сюда Никто сюда Не ездили Саня Еще нет Подождем Немножко И немец Сюда Приехал Ну вот За этим Спрячемся Который здесь Прицепчик Отцепил Вот здесь В конце Да еще Через 300 метров Повернете Типа нас не видно Гоу Тихий ветер Все братцы Мы вот Саня Добрый день Всем Зрителям Всем Известный Как самогон Как стать Отлично Гонишь А где Где Это вот У нас здесь Такое Самообслуживание По картошке Да Ага Вот приезжаешь Стоит тачка Такая С картошкой Тут написано Цены Да По 8 метров Стоит Вот Столько Это Столько Лук Здесь Картошка Всяких Разных сортов Какая Хочешь И цена Стоит Ты деньги сюда Кидаешь Ты берешь Мешок Картошки И уходишь Я так понимаю Что все делают Культурно Все кидают Деньги А если взять Мешок И не кинуть Деньги Ну На совесть На совесть У нас бы Наверное Скорее всего Взяли мешок И не кинули бы Деньги Ну Здесь Я думаю А вообще Таких мест Много таких Да И ты говорил Что вроде бы И овощ Не овощ Ягоду Где-то Вот продают Да Осенью Тыкву продают Ну тыкву Вообще Продают Прикольно Там такая Доска С дырками Ты берешь Тыкву И каждая Дырка Вот Если ты Толкаешь Она сюда Проходит По размерам Значит Раз стоит Столько Это же Так Да Короче Для каждой Тыквы Своя Дырка И Своя Цена Короче Вот это Овощной Магазин Братцы В Германии Да Магазин Самообслуживания Так Саня Какая у нас Программа Сейчас Все закрыто Мы решили Поехать Все равно Где-нибудь Покушаем А потом Посмотрим Турецкий Какой-нибудь Что-нибудь Что-нибудь Придумаем Погнали Комdem Вайсрусланд 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 Гудющен Всем привет Hello Hello Turkish Turkish Türk Саня мы за шаурмут заехали короче самый знаменитый тут у окрестностей острили я я окей проблема танки еще да лишь со всей округе приезжаю до сюда вот такой самый знаменитый то что они готовят шаурма шаурма вот это шаурма мы купили шаурма тут шурма кебаб здесь они все делают самый такой да его все знают приезжают вкусно готовит вкусно хороший ну известно что здесь конечно нельзя связи с этой короны кушать на месте поэтому поедем куда поедем в лес сказал так это страшно возника немножко в лес не поедем на морах на озеро на озеро поедем на свежий воздух на улице 14 градуса вообще ташкент 14 градусов тепла конечно можно и на улицу покушать поедем там это сразу уток покормим все на горле гусей там гуси там большие наговорились но сейчас поедем посмотрим нормально тогда 22 декабря самый короткий день солнечного сон солнцестояние он человек видите но парусники развлекается саня холодно пойдем я думаю что будет нормально нормально за львгиттер приехали вот на озерцов он лавочка какая-то есть он можно красную ту лавочку пойти после нее постоять только что ветрено а так довольно 14 градусов как же тут может быть холодно свалился в воду смотри красавчик как сейчас он дальше там вылазить из нее собирать брат в любом случае холодная поднялся молодец вместо отдыха местная дамы что на прошлый раз тут были только было темно уже мы вон там в той кафе кофе пили всякие развлечения катамараны можно брать понятно озеро большое вот здесь остров вон там остров самичий пляж там для собак специальный пляж есть даже для собак пляж все по-немецки там еще можно с той стороны объехать но я понял понял о чем речь да да я помню да понятно приятно нам аппетита я чуть втоптал саня не доел это вообще да я не знаю ну да она конечно нет слов просто все я сердопарома не ем все сами спасибо на карту уже все уже все прошло сделайте вздох нету силы короче мы тут немножко сейчас еще небольшая просто испортилась так жалко вот я не знаю так так же текло но дождик пошел дождь дождь да так небольшая экскурсия прокатимся чуть-чуть вот это полиция это здание полиции города зальцгитара да мы в зальцгитаре поели шоу румыны я тебя дышать не могу а это уже больница местная да получает городская это вот центру здесь вот здесь вот центр рентген рентген ну все вот я сюда здесь этот спортцентр не качаются качки а сейчас закона бассейн сейчас тоже закрыта наверно не работает или работает не знаю что скорее всего закрыто есть прихватерский закрыли то вот тут вот здесь вот эти вот дома справа гитлеровские дома называются почему вот эти а еще в те времена да а вот это вода его здесь с другой стороны стоит дом на улице если сверху посмотреть он как этот как этот крейт как крест а немецкий ассар то есть такое фигуну такой формы такой вот стали плавильный завод рядом отсюда выливали броню на танк который 41 на россию ушли танки вот отсюда вот здесь вот за из газета этот стали плавильный завод выливал он еще с зовут работа работая до это стали плавильно работает только там сейчас всякое другое выливает понять завод работает а и он как ну как и все эти стали плавили они же не останавливается куда его же если остановишь то уже все есть уже печь заглушить тут и уже потом не запустишь все это тоже вот это все с той же серии дома да это все тот район а мы сейчас он приехали в магазин который а вот все это наш да это наш магазин до русский пойдем зайдем в русский магазин русский там там конечно называется русский а тут продукты украинские белорусские прибалтика ну сам факт что с нашего этого тут можно все по-русски говорить тут все говорят по-русски я когда-то тоже привозил на рифе продукты но правда конечно не в этот магазин но какой-то центр распределителя но я выгружался но пойдем заглянем перед новым годом саму собой еще если мы тут цехаря поснимаем вот эти самая домашняя лапша вот если вот смотри если соду пищевую найдем красная пачка такая я точно помню что я ее привозил бадун должна должна быть должна понятно что привозил ты это давно уже но сам факт что именно такая красная как вот у нас где-то где-то вот здесь вот нам должны рассмотреть короны макароны 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 крупа гречневая не не нашли надо спросить да ладно вот короче русский магазин но мы не на есть да точно век воля не видать привозил ее вот класс вот точно помню из тех продуктов что у меня были уже была куча палец этой соды я еще там что-то вез вот что вещь такая даже есть у меня не я именно такую привозил огонь видишь польская есть другой отдел туда пойдем на ту сторону там тоже всякое разное класс майский чай с бергамотом огонь а чё не по-русски написано но это для всех должно дублироваться быть недорого 5 евро это допустим и говяжья печень 219 5 евро свинина без костей я понял копченые рыбки сибирская копченая а чё про но это все основном отчего производства уже келлер видишь колбас назовут и когда чего но это местная получается или польская какая-то кто производитель русские русские российские спицы спиной там но специалитет до сибирская копченая на где сделано да это в германии сделано лечу колбасный завод колбасный завод келлер ну вот германия место производства германии так что ну понятно что по нашим по русским рецептам ну польских очень много много польских карагандинская даже казахстану привет но только название карагандинской таллиннской эстонии привет тещина тещи привет петербургу спитеру привет интересный отдел убойный до кедровая вот пожалуйста сколько стоит 9 евро зеленая марка зеленая марка кедровая 9 евро 05 белая березка это соплится это польша и вот белорусские допустим свояк 769 евро всякие у нас 769 тоже он стоит только в рублях белорусских для это если в евро это считай два раза меньше доброгон огонь не миров вот украина уставлено здесь есть спирт польский спирт 95 процентов пять озер 11 евро 07 05 05 8 евро вот армения представлена видишь коньяками армянскими земляк земляк не знаю чей белуга сибирь в общем как-то так все привез меня санька машину давай счастливо брат все шикарно провели время время уже знаете сколько время уже четыре часа местного все получается мы три часа заводимся так раздеваемся переодеваемся покатили потому что уже надо ехать нам еще нам еще нужно проехать на сегодня уже четыре часа и и и и и и